Привет, девчонки! Это Маша. Это видео будет небольшим, но по запросам я даже не побоюсь слова долгожданное. Коррекция ламинирования. Казалось бы, ничего сложного, но есть вопросы. А где есть вопросы, там должны быть ответы. И еще хочу показать вам парочку своих новых инструментиков. Если вы подписаны на меня в инстаграм, то в сториз уже могли видеть нечто, что удивило меня и вызвало шквал изумления в директе от вас. Некоторые даже на полном серьезе возмущались, как это так мне прислали такой брак. Но это был не брак, и даже более того, инструмент стал одним из моих новых любимчиков. Интригу давайте оставим на десерт, а сейчас займемся ламинированием. Итак, вот снято старое покрытие, сделан маникюр и смотрим отросшая ступенька. Надеюсь, видно. Сейчас я хочу показать, как сделать коррекцию двумя способами, а именно простым и доступным для мастера способом с помощью фрезера или обычной пилкой в условиях домашнего пользования. Как я уже говорила, старое покрытие сняла, маникюр сделала, придаем форму. Кстати, ответ на частый вопрос, как я выпиливаю свою форму. Тут даже объяснять, в общем-то, нечего, но раз суть до дела, давайте сделаем это вместе. Сначала я выравниваю боковые стороны под нужным углом. Движения преимущественно направлены к кончику, потому что так линия получается ровнее. А затем поочередно с каждой стороны скругляем. Смотрим на ноготь строго сверху, тогда будет четко видно форму и, конечно же, не торопимся. Если я хочу убрать длину, снимаю лишнее ровной линией и точно так же ровняю боковые стороны и скругляю. Вот что мы видим сейчас. Нам нужно сравнять отросшую ступеньку, убрать объем с новоиспеченного торца и снять немного лишнего объема по всей поверхности ногтя. Также на указательном очень, кстати, образовалась небольшая отслойка. Покажу, что делать с ней. Сейчас давайте рассмотрим способ коррекции с помощью фрезера. В данном случае мне удобнее работать корундовой фрезой, она мягкая и плавно стачивает материал. Можно взять алмазную, но я бы не советовала твердосплавные или керамические для снятия гей-лака. Они для этого дела грубоваты. Итак, снимаем ступеньку, снимаем объем и стачиваем ступеньку на кончике. Также выпиливаем отслойку. Так, вот что мы видим. Лишнее спилили, объем сняли, но на ногте все еще есть материал Cover and Repair с ворсинками. Так что ноготь все еще укреплен, осталось только причесать. Обезжириваем, хорошенько дегидрируем несколько раз и наносим грунтовочный втирающий слой покрытия Cover. Кстати, работа над ошибками. Приходят вопросы, нужно ли наносить под ламинирование базу. Так вот, базу для гей-лака и никакую другую базу под ламинирование мы не наносим. Ламинирование это отдельный продукт. Щит между ногтем и гей-лаком. Хронология такая. Ноготь, ламинирование, гей-лак. Если что, ссылка на очень подробную технологию ламинирования ногтей есть в описании. Итак, мы очень тоненько нанесли грунтовочный слой покрытием Cover, запечатали торец и сушим. Чтобы кончик был покрепче, я заполняю выпиленную отслойку капелькой Cover and Repair с ворсинками. Это не обязательно, можно взять просто Cover, но с Cover and Repair будет крепче. Наносим материал таким слоем, чтобы ничего не нужно было опиливать. То есть, заполняем выпиленную отслойку в общий уровень. Сушим. А сейчас выравниваем все, что у нас есть, слоем покрытия Cover. Наносим тонким слоем на весь ноготь и добавляем материала побольше там, где нужно. Можно это делать двумя более тонкими слоями. Перед сушкой всегда переворачиваем ноготь. С этим ногтем разобрались. Теперь давайте на втором ногте покажу, как делать коррекцию с помощью пилки. Мягкой пилочкой 240 грит стачиваем отросшую ступеньку, направляя полукруглые движения от центра боковым валиком. Такими же движениями снимаем объем со всей ногтевой пластины и с боковых сторон ногти, чтобы ноготь не был пузатым. И движениями на себя снимаем толщину с торца. Вот так у нас получилось. Сейчас выровняем ноготь и немного скорректируем его архитектуру. Наносим втирающий грунтовочный слой покрытием кавер. Сушим. Наносим еще один такой же слой кавер и выравниваем, как всегда, добавляя материал в нужные места. Перевернули, просушили. Вот так, если что непонятно, жду ваши вопросики в комментарии. А теперь покажу, что обещала. Думаю, вам будет интересно. Вот такие штучки у меня есть от фирмы Stalix. Ножницы и накожницы из серии Exclusive. Упаковка, как у Super Pupier Premium VIP Luxury со всеми делами. Приятно, конечно, такое в руках держать. Открываешь коробочку и чувствуешь себя VIP. У нас тут книженция с описанием, какая сталь, как выбирать инструмент, как за ним ухаживать. Кстати, марка стали накожниц 95Х18, а у ножниц 40Х13. По порядку, накожницы модель N91013, длина полотна 13 мм. Я привыкла к маленьким, и вот для разнообразия и общего развития взяла большие. Кстати, считается, что для новичков большие лучше. Они проще в обслуживании, долговечнее в том плане, что с каждой заточкой полотна немного уменьшаются. И если сильно захочется, с больших проще привыкнуть к маленьким. В обратном порядке с маленьких размеров на большие сложнее. Про качество рассказывать не вижу смысла, все видно, все наглядно, сталь тоже сказала. А теперь кто-то такое уже видел, кто-то будет в культурном шоке, но не спешите с выводами. Я тоже сначала долго удивлялась, но ножницы завоевали мою любовь. Модель S91121. Короче, в буклете согнутый кончик объяснили тем, что угол изгиба повторяет форму кутикулы, улучшает обзор и, как следствие, позволяет работать в труднодоступных местах. Что я могу сказать? Во-первых, сами просятся в руку правильно. Я, когда делаю маникюр сама себе, держу не так, как все учат, а так, как мне удобно. Но с таким кончиком реально удобно держать ножницы правильно. И при этом из-за угла изгиба кончика во время работы амплитуда движения руки меньше и нагрузка на руку меньше. Как-то на изи, я вам так скажу, левой рукой самой себе в правильном положении руки идеально. Короче, я обычно сдержанно отношусь к похвалам и не хочу никому ничего навязывать, но лично мне ножницы очень понравились. Пользуюсь сейчас только ими. Просили в инстаграм показать, как эти ножнички в работе. Я приподняла фрезу и остатки мои многострадальные кутикулы. Я в последнее время очень много снимаю. И давайте покажу. Чик-чик-чик и все. Единственное, у меня были сомнения по поводу заточки. Как мастеру объяснить, что к чему и вдруг он что не так сделает? Например, выровняет ножницы. Куда нести, точить? Ну, в общем, мне в Сталикс рассказали, что у них есть своя заточка. Можно организовать доставку инструментов по почте. И мастер, который в курсе, заточит так, как надо. Я еще не точила, но обязательно попробую. Надеюсь, вам было интересно и видео понравилось. Ставьте лайк, если это так. Вопросы, которые вас интересуют, пишите в комментарии под видео. Не забывайте подписываться на мой канал, если еще не подписаны. И также присоединяйтесь ко мне в других соцсетях. Ссылочки оставлю в инфобоксе. А с вами была я, Маша. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok